Принцип работы в сетевой среде для пиар-специалистов и пресс-секретарей государственных учреждений. Значит, этот двухдневный семинар, он организован Министерством внешних связей. Евгений Николаевич Шидеров, первый замминистра здесь, и совместно с холдингом Сахамедия. Наши эксперты. Это Оксана Силантьева, первая в Российской Федерации магистр журналистики. Эту степень она получила, обучаясь в Великобритании. И коллега Мария Морозова, она первый раз у нас, главный редактор государственного карельского медиахолдинга. Я хочу предоставить слово первому замминистра внешних связей Евгению Николаевичу Шидерову. Для приветствия. Этот семинар предназначен для вас, для профессионалов, для общения с такими же профессионалами, которые у нас в гостях. И целью вот этого семинара должно стать то, чтобы мы смогли сформулировать, скажем так, механизмы взаимодействия эффективного, при котором все стороны процесса смогут получить необходимую информацию. Я надеюсь, что для нас это будет очень полезный семинар. И желаю вам успехов. Спасибо. Доброе утро. Я, наверное, из приветственного слова соглашусь со всем, что было сказано, кроме одной единственной вещи, что за два дня мало чему можно научиться. Вопрос в интенсивности. Вопрос не в том времени, которое мы потратим на обучение, а в том, насколько активно мы вот этот образовательный процесс через себя пропустим. Поэтому вот те вещи, о которых сегодня будем говорить Мария и я, они напрямую связаны с вашей практической деятельностью. Это не теория, это не университетская лекция, это не пересказ какого-то очень умного учебника. Это те ключевые моменты, которые позволят вам в понедельник, придя на работу, посмотреть на то, что вы делаете, на то, как вы это делаете, немножко с другого угла, с другого ракурса. У нас будет еще один спикер сегодня вечером. Это Евгения Лампадова. Она с нами соединится по скайпу. И с ней мы будем говорить об международных и российских примерах брендирования территории, построения имиджа и создания информационных компаний. И мы сегодня обсуждали, чем Якутия может похвастаться в этом плане и чем она типична. К сожалению, пока что очень много стереотипных ошибок, несистемная работа с брендами региона, с имиджем региона, отсутствие понимания целей, отсутствие понимания результатов. Но при этом это нисколько не умаляет профессионального уровня пресс-секретарей, о которых идет речь, потому что видно, что сотрудники готовы к развитию, люди готовы самосовершенствоваться, и люди понимают ключевые процессы, которые происходят. То есть для них они все-таки не кирпичи носят, а храм строят. Они уже начинают понимать, что это работа не ради работы чиновничьего кресла, а это работа на результат. Взаимообогащение идет еще и межрегиональное, потому что когда приезжает человек из одного региона, мы обладаем одним и тем же опытом. Когда приезжает человек из Карелии, внезапно выясняется, что национальный вопрос, языковой вопрос, население, проблемы с дорогами, они настолько совпадают, что тот опыт, который есть, вот привезла Мария из Карелии, его можно просто брать и совершенно легко адаптировать для Якутии. И напротив, когда она разговаривает с вашими предсекретарями, с вашими журналистами и редакторами государственных СМИ, этот опыт, эти проекты можно адаптировать для карелевской аудитории. Вот таких перекрестных, переопыляющих проектов образовательных не так много в России. Я очень рада, что медиа-центр стал площадкой для такого обмена. Я считаю, что информационное медийное поле Якутии именно в государственном секторе, в сфере информационных служб абсолютно готова к внедрению проектного управления с такой командой государственных пресс-секретарей, а это федеральное требование к органам государственной власти. Абсолютно готова к работе в мультимедийной среде. Может быть, где-то не хватает знаний, но есть четкое понимание, что в этой сфере нужно сотрудничать. Подтверждение этому – это современнейшая площадка, на которой мы находимся, медийный центр информационного агентства «Саха-Медиа». Сегодняшнее мероприятие – это прекрасный пример взаимодействия органов государственной власти, пресс-секретарей и журналистов государственного сектора. Очень приятно, что такой семинар проводится на высоком уровне. Проводится такой семинар у нас в Якутске, что приехали такие известные тренеры и проводят именно не просто лекцию, а именно практику, где люди открыто высказывают свои мнения, делятся своими мнениями. Их обсуждает аудитория, обсуждают спикеры, то есть они вносят какие-то поправки. Действительно, если говорить о работе пресс-службы, это сегодня ивент агентства. И можно сказать, что мы немножко, наверное, зациклены именно на проведении мероприятий, чтобы было что-то осветить на инфоповодах. И немножко, наверное, забываем о том, что это все должно быть цельной какой-то информационной кампанией. Поэтому то, что сейчас проводится такой практикум именно на проведение целостной информационной кампании, о том, как ее позиционировать, с чего начинать, на чем заострить внимание в первую очередь, какие медиаплощадки выбрать. Ну, при нашей удаленности от центра, я думаю, это бесценно. Большое спасибо МВС за то, что они организовали это. И реализация, конечно, великолепного Сахамедия. Спасибо вам большое. Вот было очень интересно. Вот отрадно, что обучение проходит в интерактивной форме. А также отмечу, что современная площадка медиа-центра позволила более эффективно освоить материал. Хочется сказать, что семинар очень продуктивный, несмотря на то, что очень большая информация по объему, по теории, но еще большая часть семинара посвящена практике. Это, я думаю, что для сегодняшних работающих в сфере СМИ, освещения, в общем, наших пресс-служб очень актуально, потому что, в принципе, можно открыть любой учебник, любой сайт и получить какую-то информацию, долю информации. А сейчас люди профессии, люди в деле говорят о предметных вещах, о конкретных акциях, проектах, дают конкретные, можно сказать, инструкции, если хотите, да. И ценность именно заключается в том, что они уже прошли наш путь, который мы сейчас. Кто-то начал, кто-то уже в середине находится, да, кто-то уже давно. Они очень успешно, ярко его прошли и делятся своим опытом с регионами. Это очень прекрасно, хорошо. Семинар очень актуальный, потому что сейчас у всех есть, как сказать, паблики в социальных сетях и вообще позиционирование себя в социальной медиа сейчас у нас в Якутске, можно сказать, только начинается, да. Только начинает понимать наше начальство, допустим, да, потому что если мы это неофициально ведем, какие-то свои вопросы какие-то, пытаемся на личных пабликах вести там какие-то вещи, да, а тут уже вот, ну, официально мы можем заявить, что вот везде и всюду уже, как бы, это социальные медиа, официальная и неотлемлемая часть уже современного мира. Большое спасибо, Сахамидия, за такой актуальный семинар. Я считаю, что такие мероприятия очень полезны. Вот я как представитель государственной структуры, пресс-секретарь силового ведомства, и я здесь нахожусь и просто чувствую, как я наполняюсь, ну, чуть ли не физически я чувствую, как я наполняюсь силами, ресурсами, вдохновением. Вот, здесь очень отчетливо звучит пульс времени, здесь говорится о совершенно реальных вещах, говорится это в очень живой, в яркой форме, и все это очень хорошо доходит до самого сердца, через голову. Голова сразу включается, откликается сердце. Я думаю, что в таком режиме мы создаем такой, придаем точнее импульс вообще всем хорошим процессам для нашего общего дома, потому что мы все хотим жить в очень здоровом, развитом, безопасном государстве. Спасибо за проведение семинара, который очень помог нам осознать наши основные ошибки, сделать выводы и определить дальнейшую стратегию для полноценной, нет, для плодотворной работы в сфере масс-медиа и СМИ. Очень удивила аудитория. Я очень рада, когда разбивается стереотип о работниках пресс-центров, информационных служб, как о неудавшихся журналистах или журналистах на почетной пенсии. Я рада видеть молодых, энергичных профессионалов, для которых информационная работа в государственной сфере – это именно профессия. Видно, что люди занимаются реальной государственной политикой, политикой, практиками государственной информационной работы. Мы сегодня в качестве одного из модулей обучающего мы разбирали, в чем принципиальная разница между СМИ и медиа. Между вещательной позицией, когда приезжает либо чиновник, либо тренер, либо какой-то эксперт, и с высоты президиума говорит, как правильно, что нужно делать, и вообще, куда нам всем идти. Один трансляционный такой путь. Медийный принцип – это когда мы находимся в одном поле за круглым столом, и у каждого есть право, и у каждого есть что рассказать. И в этом смысле мне кажется очень интересным, что медиа-центр называется медиа-центром, а не СМИ-центром. Вот как раз эта медиа-среда, когда взаимодействие, когда разные люди, когда высказываются разные позиции, можно не соглашаться – это очень хорошая дискуссионная площадка. Ценные, насколько я понимаю, по отзывам востребованные, и очень хорошо технически оснащенные, потому что, например, мы очень часто пробовали делать скайп-сессии в разных регионах. Возникает масса технических накладок. Тут 17 часов, мы договорились, человек из Москвы, тренер, подключается, всё слышно, презентация показывается. Кажется, что это очевидно, но так как я знаю, как эта кухня делается, я понимаю, какой труд за этим стоит, и какая согласованность действий разных специалистов должна быть, чтобы технология с человеческим, с организационным ресурсом, они совпали и заработали. То есть в этом смысле сегодняшний день для меня был подарком во многих смыслах. И с точки зрения знакомства и разбивания стереотипа о пресс-секретарях, и с точки зрения комфорта как человеку, работающему с техникой, потому что всё работает, всё подключено, прям ни на что не отвлекаешься. И мне кажется, что нам удалось донести те смыслы новой коммуникационной работы, сетевой работы, нетворкинга между разными игроками в регионе. Те люди, которые пришли и остались, ну у нас есть принцип такой у тренеров, те люди, которые пришли, это и есть самые нужные люди. Заявок может быть много, а прийти, послушать вначале может быть чуть поменьше. Самое главное, что и остаётся то ядро, для которых эти знания являются ценными, нужными, важными. Поэтому мы очень рады, что были люди, которые остались, которые работали в практикуме, которые разрабатывали свои собственные информационные компании. Это им уже в понедельник сильно поможет для того, чтобы сделать работу их организации, их учреждения более эффективными. Субтитры создавал DimaTorzok